Мир вам, Игнать Тихонович. С миром, с миром, братан. Игнать Тихонович, ну, вчера мы были, вот... Ты не надо, подожди, подожди, не называй ни одного имени. Ты начнешь, все порченное будет. Только меня интересует, как подошли, как встретились и в каком порядке все шло. Вот это говори. Так, подошли мы так. Николай созванивался с его референтом, и они договорились о встрече. Приехали мы на это место, где у них главное... Да-да-да. Не называй ничего, не называй никаких адреса, ничего. Приехали встретить... Они нас приняли, приняли хорошо, тепло, там все так скромно, и обстановка такая располагающая. Начали беседовать с первой книги вашей, к истинному православию. Мы ему показали места, которые вы нам сказали показать. Вот, заинтересовали. Он стал рассматривать фотографии, как выглядит, спрашивал про вашего брата, отца Иакима. Потом спрашивал про одежду, про митрополита Сергия. Спрашивал. Вот. Дальше пошла беседа уже о толковании священного писания. И... Ну, о том, что в церквях православные христиане плохо знают Слово Божие. Вот. Договорились, что так и есть. И мы показали трехтомник Нового Завета. Вот Игнат Тихонович огромную работу выпустил с комментариями, где комментарии относятся к чтению Слово Божие и к проповеди Евангелия. И дальше еще и толкование на апокалипсис. Вот. Тоже он все принял, с удовольствием принял дары вот эти. И... Дальше мы, знаете, общались вот по церковным таким неурядицам. Как-то торговлю в храмах, крещение, которое обливание идет. Дальше речь зашла о церковном единстве, там вот этих вот исторических, вы сами знаете, каких... Которые о исторических вот этих разделениях. Вот. И в итоге мы показали еще четырехтомник ваш, который вы еще начали писать с тюрьмы, которые проповеди в стихах. Вот. Рассказали, что... Я знаю людей, которые уверовали через эти стихи. Он так заинтересовался, посмотрел. Но... Единственное, что... Вот... С фотографиями, которые вы просили, они сказали, нам надо все изучить, и потом только они смогут какой-то ответ дать по фотографиям, потому что так они боятся. Ну, вы понимаете. Тут они отказались и фотки делать, и... Ну, они нас отправили на то место, где нас попросили фотографии сделать, мы сделали. Но уже там без них мы одни были. Понятно. Ну, приняли хорошо. Да, знаете, их же хорошо приняли. А как вы дали вот эту благодарственную грамоту, как? Благодарю Сграуну. Ну, в самом конце мы сказали, если у вас есть слово к Игнату Тихоновичу, вот, можете на вашем бланке, как в прошлый раз, вот как в этой книге к истинному православию, так и сделать. Ну, они... Да, конечно, конечно. Все так и сделали. Вот. То есть вы... К истинному православию один из импер дали? Три. Три. Вот все так я говорил. И проповедь в стихах. Это четыре книги? Четыре. Семь. И три. И три этих. И получается, вы десять книг дали. Да. Слава Христу. Все приняли. И нам они подарили свои там какие-то... Ну, понятно. Календарь. И вам тоже передали, кстати. Да, 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 да. Так, у вас трое было? Четверо. Нас был я, Николай Астрахов, Николай Сироткин и Сергей Цыганов. Ну, хорошо. Ну, они на вас смотрели, борода не порченная, на фотографиях женщины не в брюках, длинное платье. Им понравилось это? Да, да, понравилось. Угу. Ну, и все, больше не было. Что можно было, сделали. А теперь, если у нас только выйдет, трудно даже сказать, сумеем ли мы издать это, проповедь во свете Святой Библии. Думали сделать пять книг, не получается. На шесть, все вероятно. И каждый том, примерно, 1100 страниц. Также, примерно, 96 страниц фотографий. Это работа огромная. Она идет, когда сказали, какая сумма, никогда, наверное, не издать. Совершенно. Ну, это все занимаются другие. Дело в том, что везде, как издатель, я показан был на книгах, а это, здесь будет показано интернетное сообщество. Вот желательно, чтобы сами издали, не трогая меня, когда все будет готово. Сейчас, которые вот спрашивают, какое надо, я даю, а они теперь там переводят в буквенное, в вордовское выражение, то, что в видео было. Ну, одни-то там работают, а другие там какие слова ставят, там ничего не сходится. Ну, хоть маленько как-то захватили. То ли плохо записалось, я не знаю. Ну, по-разному относятся. И таких вот накопленных у меня уже 124 ролика. Дать кому-то корректировать бесполезно, он ничего не сделает. А у меня где не хватает, а это же мои, я дальше свободно вставляю внутреннее. Там бывают предложения, два, прямо ничего нет. Они вопросы стоят, дескать, не могли понять, что. Вот я уже, сколько у меня, 18 уже провел работу. 18. По десятке скидываю Вячеславу. Мы уже говорили на эту тему с ним. Ну, вот надо думать сейчас с финансовой стороны, как сумеет или нет. Он взял размер, по ширине и по высоте будет больше. Блок. Блок, на котором печатается бумажный блок, называется. Без скорочек даже. Ну, тут там я никак не касаюсь. Работа большая. Вот сейчас только кто-то тут опять уже сделали. Мне дайте новость. Люди согласны дальше делать. Ну, а дальше будет кого-то видно. Подключить кого-то на корректуру никого нету. Которая лучше всех работает, это Ирина. Вот. То я не знаю даже. Она медленно-медленно делает. Но она буквально каждую точку высвещает. Там посмотрите. На высшей степени хорошо она делает. Кондратюк. Но я-то другое думаю. Скорее бы это закончили. И тогда бы перешли. То, что сейчас я делаю. Ну, естественно, на одну книгу, кажется, до корочки-то сделано. Теперь надо думать, как еще одна корочка будет. Одна или две. На пять сделанная. А какого цвета? Как это будет? Это все делает Николай Сироткин. Уже говорили. Говорят, сделать два красных. Нет, не пойдет. Красное – это рождение. Синее – небо. Вот как флаг. Триколор. А третье? Третье – это белый престол. Тут объяснение будет такое же. Но получилось четыре. Четвертый – зеленый. Почему? Раз родился свыше, значит, сеяние. Проповедь. Рождение. Опять. А дальше желтый. Показано пшеница. Человек уходит. Готов уйти из этой жизни. Я сегодня думал, если еще один надо будет, там переделать последний только. И вставить или черный, или такой. Не синий, а не красный, а такой, средний такой. А то как бы человек уже умирает, земля черная, и вот здесь предчувствие встречи со Христом. Если Паппра пятый будет. То есть шесть будет тогда. Ну и материал-то громаднейший просто. И тогда нужно будет снова напроситься навстречу и подарить. Я вот вчера уже это размножил и везде посылал, посылал. Ну сколько, я не знаю. Ну больше ста человек, наверное, получили. Все отвечают положительно. Только один сразу. А мне это зачем Ярош, Виктор? Вот. Да. Ну и сейчас опять он что-то спрашивает. Я не хочу больше разговаривать с ним, потому что там одержимость бесовская. А то надо слушать какого-то вьетнамца, у которого родители были еретики, а он пошел уже как от Блаватской Елены. То есть ему уже все равно. То есть он перелез передними, перелезай задними. А ему разницы уже никакой нет. Ему только найти кого-то, оторвать. Уже чисто бесовский характер сделался. Даже недощуп там с ним был, я тоже не согласен. А какой он описал, я даже этому Сергею Игнатову, он все по-украински отвечает. И тот говорит, я ему ответил, неправильно это. Его уже сейчас ничем не остановить. Он перешел эту грань, за которой есть покаяние. По всей вероятности похвалил Духа Святого. Они одинаково себя ведут. Полностью глухие, они не слышат. И ничего ему нельзя сделать. Он, как тут один написал, говорит, он из рая в ад прыгнул. А с этим вотчманом не, я знаком. Это очень плохо там все. Да там ничего нету. Что он-то может дать-то? А вот нужно относиться так критически, субъективно. А сам-то как раз это и делал-то. Зачем бы ему уходить, если он из методистов, уже сорвивавшийся ересной. Нет, он пошел дальше. Как раз к нему и относится это. Это он свое переживание в основу поставил. Игнатий Тихович, а вот вопрос. Как нам так рассказать на собрании, чтобы лишнего не сказать, например? Аня, не знаю. Пока, думаю, не надо ничего рассказывать. Все уже знают все на этом. Вот что здесь я записываю, я могу это выставить. Этого будет достаточно. Не надо больше нигде на эту тему не говорить и ничего не поминайте. Чтобы не было кому-то не в радость. Потому что много неприятелей, которые начинают, что попало. Господь помиловал. Вы сходили, вы довольны. Человек, к которому вы сходили, доволен. И все люди, которые... Я вчера раскидал эту благодарственную. И все довольны. Вот надо же, и им до благовестия дошло. А когда он начнет читать проповедь в стихах, я думаю, его захватит это. Потому что этого не было никогда от создания мира. Да притом не как-то почти без двух, там, четыре тысячи проповедей. Да и как издано-то, издательство какое. Она буквально блещет в руках. А там люди умеют ценить красоту. И тем более до этого было какие отношения. Ну, тут ничего не надо говорить. Просто благодарение Богу. И такой человек, который так расположен, это тоже что-то значит. Нам что? Я его имя поминаю каждый день в молитвах. Что мне еще сказать? Я за Невзорова молюсь постоянно. За Стерлигова. Каждый день поминаю их имена. А за Осипова у меня молитвы нет. Она не идет. Я говорю, и тут же она исчезает. За Дворкина. Совершенно нет молитвы. Пустое место. Вот как. А мы говорили, что Игнат Тихович вас в молитвах всегда поминает и просит вас не забывать его в молитвах. Ага. А он еще? Он говорит, хорошо. Хорошо. Ну, вот-то вот все, что я говорил, то и сделали. Я очень доволен и благодарен вам, братья. И что вы пошли не трое, а четверо, тоже хорошо. Других предупредить, чтобы нигде не произносили ни место, ни имя, не давали повода, ищущим повода. Не надо. На эту тему вообще не разговаривать. Все. Мы сделали. В молитву у нас Господь разогрел. Там благодарят Бога. Мы благодарим Богу, ничего больше от нас и не надо. Мы не враги друг другу. Это определенная и четкая. Чувствовалось, Игнать Тихонович, молитвенная поддержка всего сообщества. Потому что так все легко прошло. Мы-то волновались, думали, как чего будет. А так все легко. У меня, когда я лично что-то делаю, один никогда такого не бывает. Даже что-то простое, что-то ломается. А здесь прям благословение чувствовалось. Лично с вами, которые делали, говорили, это все от Бога. Запомни это. Это да. От Бога. Потому что времена такие, о чем говорить лишнее слово, ни одного не зацепи. Будь мужествен. Я отвечаю на столь сложные вопросы, которые люди боятся. Я вот смотрю хорошие ролики, один за другим выставляют 18, кажется, что такое бесы. Алфеев, Иларион, митрополит. Так у него там и написаны, которые звуки дают. У нас-то ничего этого нет. А не в сытом довольствии он никогда не коснется беды в государстве, беды в той вере, где он находится. Никогда. То есть он знает, как их ловко обойти, свободно. И он уже по-другому не может. Он родился в этой системе. А у меня этого нет. Отец Геннадий, когда его спросили, слышал это. А там была мать Игоря Двунова. Валентина Александра, кажется. А он у них, отец Геннадий-то, в Красноярске вел занятия. Не, не в Красноярске, он, кажется. Ну да, там где-то. И он так спросили, а как вот Игнатий Тихонович, это другое. У него, говорит, крест. Он вот так его, говорит, потеребил, посидел, помолчал. И дальше начал говорить. Этот человек, для этого человека, этот человек живет с Библией в руках. Он же в моем доме обратился. И дальше начал говорить, что для него авторитетов никаких нет. Даже канонизированные святые, он их останавливает, как бы и говорит, судить Бог будет по Библии. Поэтому никакой авторитет, никакой роли. Наоборот, кому много дано, много спросится. Вот так. И он все это им объяснил и вздохнул. Отношения хорошие, каждый день молимся. Больше ничего не надо. Я вот заметил такая система. У меня были люди, которые ходили на занятия. Я в разных университетах вел, только в одном 18 лет. Это же не игрушка. Ну и проходили много там. Новый завет, полнотолкование, ответ на вопросы. И вот как начинают туда обратно смотреть, какие были люди, откуда. И как они чего хотели, получили, не получили. Я сегодня немного сказал на собрании, когда у нас было. Потому что у нас люди, как-то как кончилось, как пробка его вылетела. И все, на собрании не остается. Ему и не надо. А чем тогда ты отличаешься от службы, та же самая, до одной буквы? Им это и не нужно община-то. Ему нужно, вот пришел здесь, батюшка отдельно, исповедь. Ну и все остальное-то. Торговли нету, чистота это. Ну а дальше-то. Собрание это главное единение друг с другом. Мы несем Слово Божие. Этого-то если нету, то все остальное, тебе разницы нет, перейдешь сегодня или завтра. Вы не будете держаться. А создать общину пока еще никто не создал. Ни Вячеслав, никто. Даже попытки нету. Все понимают, насколько это серьезное дело. Тем более мы в патриархию не зазираем. К нам приезжает их митрополит, вы видели фотографии. Ну и так наши... Я же сам был в это время. Да. Батюшка когда отсутствует и говорит, кому какой ближий храм, кто ты ходите. Но мы им не подчиняемся. Мы ни одного дня не были под патриархией. Никогда. Нас бросил пастырь, пастух, но не мы их. За нами ничего не было, а они там политику эту играют. Вот шпионские гнезда устраивают. Нам это не надо. Мы только молились тогда. Я сам был в Америке, много ездил. И с митрополитом Виталия близки были. Ну да все твой твец в этой книге. К истину православию. Ну вот так. Слава Богу. Слава Христу. Ну да дальше с Николаем. Там его на улице еще не добавят. Николай. Да. Вы уже говорили, да? Нет, не говорили. Только маленькое предложение там дали. Предупредить, где был у вас, ни с кем больше не разговаривать. Вообще не разговаривать. Дескать, все уже тут сказано. Не надо толочься на одном месте. Дальше мы хотели, получили, получили. Будьте довольны. Мы получили, чтобы пойти туда, сколько лет работы ушло на это. Чтобы прийти с такими дарами. Это не просто так. Ну все, если ко мне ничего нет. Ну все, с Богом, Владимир Тихонович. Да, благодаря. Я вам еще напишу, напишу в чате. К вам письмо. Да, да. Предупредить, скажи, никак. Не положительный, не отрицательный. Уже все разослали. И все только говорят, ну надо же, какое теплое отношение. Письмо и прочее. Все, отошел. С Богом. С Богом.